В Литературно-художественном музее города Старый Крым открылась выставка «Алмазы сердца», посвященная одной из самых трагических страниц в истории народов нашего полуострова. Подробнее о ней смотрите далее в нашем сюжете. Для Старокрымского музея стало уже доброй традицией в преддверии Дня памяти жертв депортации народов Крыма открывать свою уникальную авторскую выставку. А в этом году особое внимание было уделено греческому народу. Мы все знаем, что 2016 год был объявлен годом Греции в России. И, естественно, непосредственно, может, в чем-то и сделали акцент на... Ну, не хотелось бы сказать, что уж совсем так, чтобы никого не обидеть, конечно же. Но в чем-то, может, какой-то акцент больше и сделали на греческую тематику. Но также непременно у нас, я думаю, что широко мы представим все-таки и крымских татар, и болгар, и немцев, и армян, итальянцев. Из фондов музея были выставлены на всеобщее обозрение уникальные экспонаты быта и культуры депортированных народов полуострова. Однако большая часть экспозиции, представленной сегодня, все же принадлежит жителям города Старый Крым. Конечно же, приносят нам и частные люди из частных коллекций, своих домашних коллекций, предметы, которые дороги, дороги их сердцу, дороги их семьям. Это очень чувствуется даже в тех же взглядах, в тех же добрых словах, в том же отношении, даже как люди приносили эти экспонаты, даже как держат эти экспонаты. Это все очень значимо и очень все и заметно, и главное. И все мы вот так вместе, сообща, здесь представляем. По словам местных жителей, здание, в котором сегодня находится литературно-художественный музей, построено во второй половине XIX века, ранее принадлежало известному в той местности греку. По нашей, насколько мы знаем, этот дом принадлежал греческому купцу. В ее владение входил весь квартал, то есть здесь были сады, виноградники. Этот человек занимался торговлей по всему миру. Здесь он встречал своих гостей, здесь заключались договора, контракты, на поставку сырья и всего прочего. То есть мы в таком знаменательном месте сегодня проводим это мероприятие. Открыла выставку «Алмазы сердца» концертная программа, подготовленная общественными организациями города и Домом культуры. На разных языках дети читали стихи, пели, танцевали и рассказывали о традициях своего народа. Сегодня выступили наши два ансамбля. Молодежный ансамбль от «Спарты», наши маленькие дети в возрасте до 6 лет и взрослый ансамбль «Патрида» представили также танцевальную программу, стихи рассказали, молитвы на греческих языках. Ну и показали ту культуру, которую мы стараемся не утратить. Администрация музея надеется, что эта экспозиция привлечет больше посетителей, ближе расскажет о представленных народах и внесет свой неоценимый вклад в сохранение национальной идентичности жителей полуострова. Конечно же, музей открыт всегда, и очень хочется, чтобы эту выставку посмотрели, конечно же, и гости Крыма, и жители Крыма. Ну, пропагандируется, как бы, такая, знаете, политика музея о той толерантности, о которой мы прежде всего и многие годы говорили, и говорим, и очень хотим тоже показать, что прежде всего мы здесь все жители Крыма, невзирая на национальности, мы хотим всем мира, добра и счастья всем-всем. Это не единственное событие в жизни греческого народа, которое было отмечено на прошлой неделе. По всему миру прошли панихиды в память о геноциде греков Понта и Малайзии начала 20-го столетия. Тысячи людей приняли участие в акции «Мы помним», выйдя на площади и улицы своих городов с плакатами, на которых напечатаны эти слова. Сто лет назад наши предки пережили страшное злодеяние, но их потомками это не забыто. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова другая культура и традиции. Их предки родом из Фракии, но сегодня они скорбят вместе с отечественниками. Скорбят и одновременно радуются еще одному событию в их жизни и жизни всех православных полуостровов. На Крымской земле появился первый поклонный крест, и по Божьему провидению освящают его именно сегодня. Не планировали мы эти два события вместе, но так Господь управил, чтобы такое значимое событие, как освящение поклонного креста, и такое значимое событие, которое мы тоже должны обязательно помнить, геноцид греков, совершились вместе. И это очень, конечно же, важно и знаменательно для нашего поселка и для тех греков афракийских, которые живут в этом селе. На поклонном кресте Константина и Елены, подаренном нашими анапскими соотечественниками греческой общины Чернополья, выгравирована надпись «Сохрани, Господи, весь сию». Это значит, что отныне не только у жителей села, но и у всех крымчан появился новый хранитель. В 326 году мать царя Константина, царица Елена, обрела этот крест. И в этом году исполняется 1690 лет с того дня. Вот эта красота, вот эта радость, крест победы, крест веры нашей, крест спасения нашего. Я благодарю всех, кто приехал. Я благодарю всех, которые нам помогают, чтобы это все было духовное. Я очень благодарна всем людям. Это знаковое событие для всех крымчан, в особенности, естественно, для греков. И мы приехали сюда специально поддержать наших друзей чернопольских греков, как я вижу, греки со всего Крыма. И вообще впечатляет и ощущаем благодарность анапским грекам, которые воздвигли этот крест, которые выступили с инициативой и помогли реализовать этот проект. Этот крест действительно, на мой взгляд, уникален, поскольку чисто внешне, по дизайну, это один из самых красивых крестов, которые мне когда-либо приходилось видеть. Вот в Анапе, непосредственно при въезде в Витязево, такой стоит. И теперь здесь это как еще одна связь, которая объединяет нас с той стороной России. Илья Веренич, солист вокального ансамбля «Масайко», сегодня приехал с родными непросто отстоять службу. Вместе с председателем Чернопольской общины греков Ирины Зековой их ансамбль исполнил молитву на фракийском диалекте. Вокруг них ребята в футболках «Я понтиец» и объединяющий флаг исторической родины. Это очередной раз доказало, что все греки едины. За нами правда, с нами вера. А значит, во всех своих начинаниях мы обречены только на победу. На этом наша передача завершается. Мы желаем вам доброй недели и до встречи в крымском эфире. Субтитры создавал DimaTorzok